Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лидия. Сегодня я хочу поделиться с вами своим открытием, которое меня, так сказать, несколько ошеломило. Ну, понятное дело, мы русские, так сказать, гораздо на всякие изобретения, и в искусстве, и в литературе, да и везде. Только несколько безалаберные, и не всегда с временностью это дело патентуем, не в пример, так сказать, тем же американцам, либо иным. Потому теряем приоритеты, ну, в смысле официально. И вот, так сказать, еще один факт вот этого, того, что мы были первыми, а плодами воспользовались совсем другие. Вот, казалось бы, знакомо ли вам такое имя Кинг-Конг? Это во времена моей молодости еще нашумевший фильм, я его смотрела, было, конечно, в восторге, поскольку в те времена застойные, так сказать, нас не баловали иностранными фильмами. Поэтому, конечно, изредка, которые закупались с Советским Союзом, и, так сказать, сеансы проходили в кинотеатрах, они, конечно, собирали аншлаги. Зрителей было очень много, не избалованы были. Так вот, казалось бы, где Кинг-Конг, кто помнит, кто такой, и где Чуковский? Какая между ними, так сказать, связь, корней Чуковский и Кинг-Конг? Оказывается, самая прямая. А дело было давнее. Это еще было в 20-е годы прошлого столетия. Молодая польская армия, будто бы польская, а на самом деле там и американцы, и британцы, и бог знает кто еще, кто воевал против Советского Союза. Так вот, в 20-м году вот эта вот так называемая польская армия наступила на Советский Союз, западные границы, пресекла, захватила почти полностью Украину, Киев в том числе и так далее и тому подобное. И, значит, Красная Армия, естественно, воевала. Я, правда, в этом факте как-то не слышала, как-то это упущено было, что где-то, хотя, конечно, в те страдавние времена наши заклятые враги, но тем не менее после Первой мировой и вдруг буквально через два года после Брестского мира и опять нападение. Так вот, один из летчиков вот этой самой польской армии, американец, американский летчик Мириан Купер. Он, значит, какое-то время воевал, а потом был сбит под Киевом, взят в плен, хотели Красная Армия сразу расстрелять, но он прикинулся, так сказать, пролетариатом всяко-разным, которого силой заставили угрозами воевать против такого хорошенького Советского Союза и его как бы оставили, взяли в плен. Девять месяцев он находился в плену. Ну, воюя, так сказать, на Украине, он более-менее так чуть-чуть по-русски, по-украински блякал. Вот, а здесь, уже находясь в плену, он стал изучать русский язык, делать нечего. И его, так сказать, учебником стало ни много ни мало, как детская книжка Корнея Чуковского «Ваня и крокодил». Вот эту книжку он, значит, изучал досконально, и поэтому особое на него впечатление произвела вот эта вот именно повестушка, которую Корнея Чуковский еще в 17-м году написал, так, в шуте для своего больного сына, когда тот болел. Вот, и, ну, тем не менее, эта книжка просто обрела такую популярность невероятную, то есть, наряду с такими, как Эболей, Бармалей, Тамуэдадыр, популярнейшая книга и среди детей, и среди взрослых. И вот, значит, даже Корнея Чуковский писал потом, что «Когда я умру», с печалью так писал, что «Когда я умру, ну, на моем могильном камне будет, значит, написано, что здесь упакован Корнея Чуковский, автор «Ваня и крокодил», и все на этом. Вот, и американец посмотрел вот на эту изложенную историю «Ваня и крокодил» за всеми иными глазами. «Надвигающееся зло, от которого нет спасения», там как было, я процитирую, «они идут на Петроград, они сожрать его хотят, и всех людей, и всех детей, они без жалости сидят, и город охваченный ужасом, закрывайте окна, закрывайте двери, полезайте поскорее под кровать, потому что злые яростные звери вас хотят на части, на части разорвать». Ну и, так сказать, апофеоз – это похищение огромной обезьяны, маленькой девочке, страшной обезьяной, дикая горилла, лялю утащила, и по затуару побежала скачь, выше, выше, выше. Вот она на крыше, на седьмом этаже прыгает, как мяч. Вернувшись после девятимесячного плена в Америку, Купер заинтересовался кинематографом, сел в Голливуде и, значит, со своим напарником, так сказать, с Эдгером Уоллесом, сел писать сценарий для фильма, в котором главным действующим лицом должна была стать обезьяна. Вот он воспользовался некий, так сказать, плагиат, будем так говорить, вот этой идеей, вот этим описанием, только обезьяна стала еще больше, и схватила она, так сказать, маленькую девочку, сексапильную блондинку и т.т. и н.м. То есть поставленный фильм в 1933 году имел ошеломляющий успех, просто ошеломляющий. Ну и дальше уже были сняты «Кинг-Конг-2» и т.т. и н.м. Вот такая вот удивительная взаимосвязь на этом. Все, до свидания. Продолжение следует...